МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом уровне она останется на отметке в 10,5%. Такое решение принято сегодня на Совете директоров Банка России. Это продиктовано замедлением инфляции в России, сохранением кредитных условий, а также оживлением производственной активности на фоне слабого спроса и отсутствием роста потребительских цен. По мнению специалистов, такое решение было ожидаемо на фоне так называемого переукрепившегося рубля. Это приведет к сохранению текущего тренда. Пока нефть падает, рубль будет ослабевать к основным валютам. Налоговый период заканчивается. Валютную выручку больше никто в ближайшее время продавать не будет. Поэтому рубль будет находиться под влиянием факторов цен на нефть. Ключевая ставка Банка России была введена 13 сентября 2013. Тогда она составляла 5,5%. Максимального показателя она достигла в декабре 2014 года в связи с существенно возросшими на тот момент девальвационными и инфляционными рисками. Последнее понижение ставки произошло в июне. Тогда Центробанк снизил ее на 0,5%. Следующее заседание Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ставки, запланировано на 16 сентября. Пермские банки укрепляют позиции в общероссийском рейтинге по величине активов. В плюсе оказались три кредитные организации. Такие показатели косвенно свидетельствуют о степени доверия к ним. Проминвестбанк поднялся вверх на 16 позиций, показав прирост более 120 миллионов рублей. Почтобанк также отвоевал 16 пунктов и теперь занимает 501 место. Наибольший рост у АКБ Перм, увеличение активов более чем на 140 миллионов и повышение в рейтинге на 21 строчку. Отрицательную динамику показал только УралФД, однако это не помешало ему подняться в рейтинге на 4 позиции. В общероссийском списке он оказался выше всех кредитных учреждений с пермской пропиской. Почта Россия готова предоставить свою логистическую инфраструктуру бизнесу. Это не только складские помещения, но и перевозки в труднодоступные места, помощь в выстраивании маршрутов. Об этом заявило руководство компании. В активе американского почтового филиала «Автобаза» 12 почтамтов и более 700 отделений почтовой связи. В автопарке насчитывается более 250 единиц техники. Протяженность почтовых маршрутов в Прикамье 46 тысяч километров. Как сообщили в компании, эта инфраструктура доступна не только для участников рынка дистанционной торговли, но и для грузовладельцев и логистических операторов. Продажа таких услуг – это новое направление деятельности Почты России. По словам Алексея Скатина, возможности компании позволяют эффективно реализовывать подробности потребности отечественного бизнеса. Мы способны предложить на рынке свои услуги в сфере международной логистики и выстроить новые маршруты. При Камском филиале пока не смогли уточнить, кому и на каких условиях, а также за какие деньги компания готова предоставлять такие услуги. Более 130 уголовных дел коррупционной направленности рассмотрено в судах края в этом году. Приговоры уже вступили в законную силу в отношении 123 человек. Они осуждены по статьям получения и дача взяток, коммерческий подкуп, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, присвоение и растрата. Из них около 60 человек теперь уже бывшие должностные лица, экс-сотрудники ФСИН, полиции, главы поселения и другие. Всего Краевой суд рассмотрел более 12 тысяч уголовных дел. Это итоги полугодия. В ведомстве озвучили планы работы. В 2018 в районных судах начнут работать присяжные. В судах края ждут и много ходатайств от осужденных. Ожидаемое количество заявителей 2350 человек. Это связано со вступлением в силу пакета актов, направленных на гуманизацию действующего уголовного законодательства. На этом пока все. Следите за событиями Края вместе с РБК.